Лукашенко сейчас поступает, мягко говоря, крайне неосмотрительно, а в общем, если он будет идти дальше по этой же дорожке, там, насчет выдачи, ну, откровенно говоря, подло. Потому что вот сейчас, когда эти ситуации обсуждаются, говорят, ну вот, вот Лукашенко ведь нужны деньги, а вы не дали столько, сколько ему надо. Слушайте, а то, что Лукашенко и его политический режим существует благодаря России, там, почти 30 лет, это ничего не значит? Значит, вот хочется спросить у вас, Александр Георгиевич, которого, так сказать, в принципе, я раньше с уважением относился, это ничего не значит, то, что вообще вы существуете еще, да, все эти годы, да, и Белоруссия тоже, да, просто потому, что Россия оказывала вам помощь, политическую поддержку, да, и многое-многое другое. А разве, так сказать, в те времена, когда над вами нависала угроза, ну, откровенно, так сказать, вмешались внутреннего, то есть внешнего, разве Россия не была с вами? А что касается денег, неужели денег все это стоит? И посчитайте все эти деньги, которые Белоруссия получила, да, от России в течение этих десятков лет. Ведь, на самом деле, на этих деньгах российских, преференциях, там, субсидиях, собственно, и держалась белорусская экономика. Еще раз говорю, если бы она была, как бы, обрушена вот эту пучину реформ 90-х, как собирался сделать, между прочим, это Шушкевич, я думаю, что от Белоруссии сегодня вообще бы ничего не осталось. Белоруссия была бы, ну, одной из беднейших стран на постсоветском пространстве. Вот это что, ничего не стоит? И теперь вот у Лукашенко какая-то обида появилась, да, то есть какие-то подозрения. Вот у него проблемы, а денег ему не дают, вернее, не то, чтобы не дают, они дают столько, сколько он просит. Вот, ну, так бывает, вам нужно много денег, как бы, да, но вам дают сколько-то, вы говорите, мне надо больше, но вам... Не обижайтесь. Да, не обижайтесь, так сказать, здесь что, вот, а разве, так сказать, мы не прикрывали Белоруссию и Лукашенко много-много лет от самых разных невзгод и напасти, а разве, так сказать, в России не работают сотни и сотни тысяч белорусов? Это выглядит, ну, мягко говоря, непорядочно, да, то есть, значит, у вас там какой-то эмоциональный взрыв, вам срочно надо выборы слепить, да, как бы, вам попала шлея под мантию, и вы решили, что все это ничего не стоит, что все это ничего не стоит. Что касается обвинений, да, можно, конечно, развернуть эту ситуацию и, так сказать, и сказать, что вот, а мол, вот, Лукашенко думает вот точно так же, да, в отношении вас. Я еще раз хочу сказать, ну, а где, собственно говоря, доказательства всего того, вот той версии, которую, так сказать, белорусы предоставили, до сих пор их нет. Вот они неделю уже ловят, как они говорят, в лесах Белоруссии каких-то еще диверсантов. Они не показывают тех, кто якобы дает им признательные показания, да, они так и не представили ничего того, что могло бы подтвердить вообще версии, которые сейчас белорусская сторона отрабатывает чисто в политическом плане. Потому что эти версии чисто политические, в политическом плане они отрабатываются, да, для подвыбора, где, в конце концов, доказательства всего этого. И опять же, что разобраться по-другому никак нельзя было, надо обязательно привлекать, так сказать, Украину или еще кого-то к этому делу. Надо выстраивать такие вот достаточно нечистоплотные комбинации. Если вы уверены, что против вас действовали именно так, разве по-другому разобраться, так сказать, нельзя было? Разве нельзя было по-другому предъявить претензии, или нельзя было выйти на личную связь с Путиным, что-то в этом родине. То есть других разве методов не было? А то, что применяются именно такие методы, говорит о том, что это и нас, так сказать, наталкивает на мысли о провокации, во-первых. А во-вторых, ну, неадекватности, если честно, поступков Лукашенко, да, ну и третье во всех этих делах. А что, собственно говоря, Александр Григорьевич хочет получить от этого нечистоплотного, так сказать, союза с теми, кто, в общем, откровенно говоря, работает на руку врагов там и русских, и белорусов, и украинцев? Что он рассчитывает получить от этого? Какую такую, так сказать, моральную, политическую, там, или иную поддержку от Украины он рассчитывает получить? На что он рассчитывает? Что он думает в итоге, так сказать, на что он думает разменять вот эти отношения с Россией? На какие такие дивиденды? Я даже не представляю, их просто нет. Нет, Украина сама ничего не получила от этого предательства. Украина, так сказать, совершила в свое время предательство, от которого, если честно, не получила ровным счетом ничего, кроме огромного количества проблем, да. А что хочет получить Лукашенко? Как он себе представляет себя, так сказать, да, в этой комбинации? На самом деле, в этой комбинации, как бы, если он войдет в комбинацию вот этого, так сказать, там, Польша, Украина, Европа, это будет включен обратный отчет. Обратный отчет, так сказать, его политической карьеры, его судьбы. И обратный отчет стабильности в Беларуси. Еще раз повторюсь, что я считаю, что охлаждение отношений с Россией или, не дай бог, какой-то разрыв, он породит. На самом деле не надо думать, что Лукашенко удастся удержать ситуацию под контролем благодаря какой-то другой внешней помощи. Я думаю, что это будет крайне проблематично. От кого он мог бы получить помощь? Я даже в данном случае, честно говоря, не представляю. Мне кажется, все эти расчеты, они очень иллюзорные. Они лопнут, как мыльный пузырь. Я напомню вам, сколько мы в 2014 году из Украины слышали разговоров о том, что Украина сейчас получит такую помощь, что перекроет все проблемы, связанные с разрывом отношений с Россией. Она ее не получила. Она получила кредиты, которые засадили всю Украину на десятки лет в долги. Но эти кредиты не решают даже самых насущных проблем. Да, и что же из этого выйдет? И, кстати говоря, что касается политической ситуации, в этой комбинации Лукашенко и его авторитарная модель, я в этом слове ничего обидного не вижу, я просто констатация, она долго не проживет. И, кстати, надо понять, что в Белоруссии может возникнуть настоящая пророссийская оппозиция. До сих пор мы считали, что все отношения действительно надо иметь с Александром Григорьевичем Лукашенко. Но ведь могут быть и варианты. Вот и все. Я считаю, что не учитывать это было бы просто глупо. Если это предвыборная игра, она не просто на грани, она давно за гранью и говорит об отказе политического чутья. Да. Вот. Или об откровенном авантюризме. Еще раз говорю, дивиденд, от которого она в Белоруссии не получит. Тут вот обсуждалась какая-то китайская версия, да. Ну, мне она представляется, честно говоря, сомнительнее пока. Я себе не представляю, что вы китайцы. Значит, попросили Лукашенко, пообещав ему кредиты, сойтись с Польшей, Украиной и США. Вот так это выглядит. Да? Странно, да? Странно. Это точно так же странно, как и версия о том, что мы заслали туда, так сказать, 200 человек. Ну, правда, пока есть только 33, которые должны были свергнуть Лукашенко для того, чтобы поставить кого? Мы не знаем, кого, так сказать. До кого? Бабарика? Вот. Ну, да, человек работал в Белгазпромбанке. Ну, всерьез рассчитывать на то, что он мог стать президентом? Я думаю, что здесь серьезные люди как бы на это рассчитывать не могли. Тогда кого? Учитывая, что Бабарика, так сказать, да, уже президентом стать никак не мог в этом раскладе. Тихановского, человека, который ратует за разрушение российско-белорусской интеграции. То есть зачем это? Вот точно так же я не очень представляю, зачем, например, китайцам ради Белоруссии, значит, втягиваться в конфликт, который уже сейчас на публичном, так сказать, контуре вызывает какие-то вопросы к Китаю и прочее, прочее. Я думаю, я считаю эту версию несостоятельной. Пока, по крайней мере. Слишком невысокие ставки в этой игре. То есть через огромные тысячи-тысячи километров дестабилизировать там отношения Белоруссии и России для того, чтобы что? Что, по-вашему, Китай хотел бы получить? Супер-пупер заказы в Белоруссии? Я вас уверяю, он все там получил уже. Все, что мог он получить, он там уже получил. И мог бы без всяких таких вот выкрутасов получить и еще больше. Вот. Китайцы давно и плотно сидят в белорусских делах, в экономике белорусской, и никакой такой особой необходимости мутить вот такой политический скандал у китайцев не было. И еще раз повторю, так сказать, абсурдно абсолютно звучит, звучат как бы версии, что Китай мог воздействовать на Лукашенко, чтобы он испортил отношения с Россией ради сближения с Польшей, Украиной, Литвой, Европой, США. Это китайцам зачем? Кто-нибудь может это внятно объяснить? Я думаю, что это, мягко говоря, звучит странно. Ну, у китайцев есть там интересы, ну и что, давайте, так сказать, все это тоже притягивать за уши. Вот. Но еще раз хочу сосредоточиться именно вот на этом, да. Я думаю, что все эти разговоры там про выдачу наших людей, какие-то трехсторонние встречи прокуроров там, это все, ну, в лучшем случае глупость, а в худшем случае, как бы, ну, еще одна провокация. Потому что понятно, что наш прокурор не поедет ни на какую-то встречу, так сказать, с Лукашенко и украинским прокурором. А вот украинский может поехать, и, видимо, Лукашенко это нужно как раз для того, чтобы потом сказать, вот смотрите, Россия не пошла на навстречу, а Украина пошла на навстречу. Я думаю, так вот это задумано. Но это выглядит как какое-то очень сильное желание сохранить власть. Это выглядит как предательство. Ну да. То есть на все можно пойти ради власти. Или какая-то глупейшая обида. Дело в том, что и власть это здесь, как бы, угроза власти здесь, так сказать, даже еще более, еще более, так сказать, жесткая, чем в каких-то других случаях. Но это же идет нагнетание антироссийской риторики. Да, конечно. Дело в том, что никто не пытался у Лукашенко власть отобрать. Все прекрасно понимали, что 9 августа он все равно побеждает. Ну, видимо, он так в этом не уверен, потому что слишком большие десятки тысяч человек, кто их будет разгонять? Смогут ли их разогнать? Ну, а разве вот эта ситуация с Россией будет способствовать тому, что это не случится? Ну, наверное, он решил, его кто-то убедил, что он сможет мобилизовать на этой риторике какой-то свой электорат. Отечество в опасности. Российские диверсанты бродят по югу страны. Вы же слышали это все. Ну, это да. Но это выглядит глупо. Или на Лукашенко дезинформируют, или он сам уже не понимает, что он творит, потому что... Ну, давайте опять же, вот смотрите, он разорвал отношения с Россией, предположим, да? Ну, и с кем он их создал? А он, наверное, не думает это. Ему сейчас, он, я так понимаю, цепляется за вот последний шанс. А если он цепляется за 9 августа, то надо же подумать, а что будет 10-го? А потом он подумает, да, нас простят. Их простят, как вам кажется? Я думаю, что, я думаю, что, как бы, эта ситуация наиболее жесткая из всех тех, которые возникали между Москвой и Минском за все время существования этих отношений. Вот. Если, если же, так сказать, белорусским властям взбредет в голову действительно выдать каких-то российских граждан, то, скорее всего, я думаю, что его к этому и подталкивают, да, Лукашенко, то, скорее всего, возврата здесь может уже и не быть. Ну, есть еще РЛС наш, по-моему, да, еще что-то. То есть, еще есть что торговать? Ну, есть, есть чем торговаться, так сказать, да. Ну, дело в том, что вопрос в том, а с чем останется, с чем останется Белоруссия? Редактор субтитров А.Семкин